Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами обратимся к формальной логике. Вот правильный категорический силогизм, модус полненс, его по-разному называют абсолютно верное осуждение, существующее в общем-то в дедуктивной логике. Это вывод из большей посылки, да, существуют две посылки, большая, меньшая и заключение. Структура довольно-таки простая, разберем его на классическом примере и попробуем его раскритиковать, ну, по крайней мере, насколько это возможно. А дело вообще в том, что обычно люди, которые занимаются логикой, непосредственно аналитической логикой, очень любят говорить, что логика сама по себе, даже если никто не пользуется вот этим вот правильным методом мышления логическим, даже если никто не пользуется, она все равно будет всегда верна. Утверждение довольно-таки смелое, честно говоря, с учетом, что логику придумал буквально один человек, Аристотель, или, конечно, он пользовался наработками предшественников Платона, Парменида и прочего. И почему-то вот эта вот самая логика не была открыта в других культурах, в том самом виде, в котором она в итоге появилась в Европе. Но, в общем-то, неважно. Вообще, у меня есть лично такие подозрения, что логика касается преимущественно только высказываний. Высказываний, причем на определенных языках. Ну, например, на каком-нибудь китайском языке все вот это вот будет звучать не так уж убедительно. На китайском языке очень удобно пользоваться какими-нибудь образами и сравнениями, аналогиями даже больше. Китайцы аналогиями спорят в данном случае. Или, например, индусы. Как индусы пользовались логикой? Для них одной из важных посылок был уперический аргумент. Аргумент к наблюдениям, то есть. А формальной логики таких посылок не существует просто. Есть просто посылки. Посылки нейтральны. Они могут быть соотнесены с абстрактными какими-то предметами, с наблюдениями, с опытом. В общем, со всем чем угодно. Ну, вот у нас классическая модель. Всякий человек смертен. Это большая посылка. А Сократ, безусловно, человек. А это меньшая посылка. И вывод. Сократ смертен. Ну, все, в общем-то, понятно. Если всякий человек смертен, а Сократ по определению человек, то равно Сократ смертен. Ну, это логично. Это определенно логично. Это самый простой и самый верный способ логического рассуждения. В чем его проблема? В чем главная загвоздка вот такого подхода? Во-первых, мы должны допустить. В большей посылке, обязательно в большей посылке должна быть какая-нибудь абстракция. Например. Ну, просто эта посылка строится на универсалии какой-то. Универсалия. Человек. Что такое человек? Всякий человек. Тем более, всякий человек. Всякий человек. В общем-то, получается, что такое человек? В большей посылке всегда будет находиться какое-то общее положение. Общее положение дел. И с этим трудно работать. В том плане, что, например, если мы придерживаемся чисто номиналистического взгляда на вещи. Ну, например, что каждая вещь уникальна, и сводить их все универсальные понятия, тем более, там высчитывать математические, это глупо и не имеет никакого отношения к действительности и к реальности. В таком случае, логика не работает в реальности, а работает только в языке. Если мы допускаем вот такую вот ситуацию. Если существуют некоторые универсалии или те универсалии, которые универсальные понятия вроде вот человек здесь. Если вот оно имеет, собственно, хоть оно находится у нас в голове, но имеет значение в реальности, ну тогда да, тогда мы можем сказать, что этот салагин все еще верен. Но все равно, есть условия выхода из формальной логики. Если вот этот вот человек, вот этот вот всякий человек, вот этот вот человек больше посылки, он неправомерно там находится. То все, закончено, все. То есть получается просто языковая игра. Если нет вот того вот человека общего, универсального, ни в каком виде, он никакого отношения к реальности не имеет, то нам вообще без разницы, кто такой Сократ. Он человек? Ну какая разница, человек он или не человек. Это просто какая-то математическая или лингвистическая формулировка, которая, в общем-то, ну как ее можно назвать правильной формой мышления, если она не имеет отношения к истине. Например. Опять же вернемся к великому всякому человеку. Ну вот Сократ. Сократ мы говорим человеком. А что это значит? Давайте попробуем переформулировать все это. Кстати, человек смертен. Ну а еще можно поспорить, что такое смертен. Смертен тоже общий такой атрибут. Христиане, например, считают, что душа человека бессмертна. А что такое Сократ? Тело или душа? То есть мы можем здесь начинать уже спекулировать. Получится, что Сократ с одной стороны бессмертен, а с другой смертен как бы. Но это если придерживаться каких-то определенных взглядов на мир, да, конечно. Можно выйти за пределы логики, опять же. Но вернемся, вернемся к Сократу. Сократ-человек. С чего мы взяли, что Сократ-человек? Сократ сам себя поделил как полубог. Вообще-то в диалогах Платона. Напомню, да, что он философ. А философы, они как бы между богами и людьми, получается. Ну, полубог он. Собственно. Аристотелю Гриф было не знать. Зря он приводил такой пример. Но не суть. Опять же, вернемся к Сократу. Сократ-человек. Продолжаем думать об этом, что Сократ все-таки был человеком. Что это значит? Что такое, опять же, человек? Мы как будто бы в человека помещаем там все атрибуты человеческие. В человека есть там тело. Определенное. Определенное устроенное тело, допустим, да. У человека там сердце немножко слева, там легкий, печень, мозг. Все вот как бы у него там есть. Полный набор органов они определенным образом расположены. Допустим, мы говорим, что у Сократа всякий человек там, не знаю, имеет печень, например. А Сократ-человек. Сократ имеет печень. А вдруг у Сократа произошла какая-то мутация? Да, вы понимаете, это забавно. У Сократа произошла какая-то мутация. Вопрос. Он остался человеком? Мутация, которая лишила его печени. И у него какие-то другие органы заменяют его. Вопрос. Сократ остался человеком или не остался? У него все остальные атрибуты человеческие на месте, кроме печени. Конечно, по логике нет. Конечно, по логике это уже не человек. Это высшее существо, не имеющее печени в данном случае. Но вот логика она вот такая. Это такая странная абстракция. Очень странная вещь. Очень странная. Которая работает исключительно в таких вот лингвистических играх. Всякий человек смертен. Но если мы начнем задавать вопросы, что такое человек, что такое смертность, кто такой Сократ, являлся ли Сократ человеком. И если у Сократа были отличия от человека, может быть у нас есть какие-то основания считать, что он бессмертен. И в каком смысле он бессмертен. И так далее, и так далее, и так далее. Все это якобы люди могут сказать, что это глупые философские вопросы. На самом деле это сущностные философские вопросы. Если вы, например, христианин, который верит в Бога, то вопросом в каком смысле человек смертен, он актуален определенно. Если вы пытаетесь определить человека в принципе, то вам тоже как бы, ну, важно знать границы этого определения. Да, конечно, мы можем взять и сказать, что вот, вот просто вот так вот есть. Всякий человек смертен, и Сократ человек, и Сократ поэтому смертен. Просто формула вам такая, бам, все, вы должны с этой формулой жить. Жить и смириться с ней. Но какой толк от этой формулы, если она не приводит нас к истине? Какой в ней толк? Зачем она нужна, если, да, она лингвистически верна? Мы не можем с ней спорить. Мы можем задавать вопросы вот этим посылкам, но сама формула от этого, она как бы не пострадала. Заметьте, да, действительно, когда аналитические философы или логики говорят, что логика, она как бы просто сама по себе является верным мышлением. Ну, конечно, скорее всего нет, она не является верным мышлением, именно потому, что она не ведет к истине. Но с ней спорить практически невозможно в том плане, что вот у нас есть формула. И эта формула на уровне формул математических. Просто вот так вот устроены правила логики. Вот такая вот игра интересная. Потому что здесь подразумевается, вот в этом высказываю, что человек, человек, определенно смертен, он определенно имеет вот эту функцию смертности. Мы не можем задавать вопросы в рамках логики, он просто смертен. И Сократ, определенно человек в данном случае. Все, две посылки. Если посылки не верны, логика идет в черту. Если хоть одна из посылок не верна, логика опять же ошибается. То есть, да, очень интересная вещь. Очень интересная вещь, которая нам очень мало помогает на самом деле. И все заканчивается на таких вот лингвистических играх. И опять же мы должны понимать вот эту глубинную сущность логики. Человек, общие понятия. Смертен, общее понятие. Сократ, частное понятие. Относится ли частное понятие Сократа, вот реально живший вот тот мужик, Сократ, являлся ли он человеком, в какой мере являлся человеком, и что такое человек, и в каком смысле мы подразумеваем понятие человека здесь. И смертности в том числе. То есть мы все вот эти определения можем подвергнуть деконструкции, разбору. И самого Сократа мы можем подвергнуть, собственно, такой же деконструкции и такому же разбору. Поэтому я не сторонник, собственно, формальной логики. Эта вещь довольно-таки странная, парадоксальная и больше похожа на какую-то игру, которая вряд ли приведет нас к истине. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ